10 спортсменов-профессионалов по плаванию в ледяной воде отправились форсировать Енисей. К этому заплыву спортсмены готовились год. Им предстоит проплыть 400 километров. А вода в Енисеи по зубам не каждому пловцу. Здесь уже вы привыкаете к этой воде. И она здесь теплее, чем у нас в Саиногорске. У нас в Саиногорске она 7 градусов. Зимой она достигает 2 градуса. То есть здесь будет легче, да? Конечно. Но могу честно сказать, что вот до того от мыса я спокойно доплыву. Поплывут по принципу эстафеты. Сначала один гребет от получаса до часа, на сколько сил хватит. Потом меняется с другим пловцом. И так дальше по цепочке все 10 человек. Пока один плывет в реке, остальные плывут рядом на катере. Там, кстати, есть все необходимое для такого путешествия. Во-первых, это питание. Во-вторых, теплые вещи. Потому что вы прекрасно понимаете, что вот там катер большой, Ярославец. На нем есть две каюты. А постоянно 7 дней находиться на воде. Это вот мы с вами постояли здесь. Это же холодно. Есть у заплыва одно ограничение. Ночью никто плыть не будет. По соображениям безопасности. Рядом со спортсменами на плаву идут лодки спасателей. Лодки обеспечены спасательными жилетами, спасательными кругами. Концом Александрово. Есть также согревающий чай, растирочные материалы. Ну, все, что необходимо для оказания первой врачебной помощи. Первая большая остановка будет в Новоселово. 18 августа. Затем Балахта. И финал под Красноярском. Заплыв приурочен ко дню российского флага. Поэтому организаторы и приняли решение поздравить страну рекордом России. Такого еще никто не делал. Эх, хорошо идут. Ну, а финал всей эстафеты и фиксация рекорда России состоится 22 августа в Девногорске. Артем Михалков, Наталья Курцева. Новости. Седьмой телеканал.